Всем привет! Сегодня ко мне в руки вновь попал крутой прибор. Аэрозольный альфа-радиометр радона Альфаэра. И мне в голову пришла идея провести небольшой опыт. В коробке справа хранится небольшое количество вторичных урановых минералов. Практически во всех образцах отсутствуют явные гамма-излучатели, что может говорить о небольшом количестве накопившегося в них радио. Наша цель разместить радиометр на только что вскрытым боксом и провести измерение концентрации радона. Полученные результаты дадут ответ на извечный вопрос. Сильно ли радонят слабые вторички с явным сдвигом в радиоактивном равновесии? Посмотрим. Коробка не открывалась очень давно, поэтому я не знаю, скопился ли там радон или нет. Поэтому будем скрывать её сейчас в первый раз за довольно-таки длительное время. Что будет, не знаю. В общем, посмотрим. Для этого мне нужно как-то аккуратненько открыть крышку и разместить прибор вот этой части. А, её не видно. Ну, в общем, частью, которой он всасывает воздух, нужно её разместить ровно над коробочкой. И начать измерение. Аккуратно вскрываем бокс, чтобы не допустить попадания лишнего воздуха. Так, как-то получше сделать. Так. Ну, как только он выйдет на погрешность, я остановлю замер. Пока я записывал видео, произошла нештатная ситуация. И при фиксировании прибора фотоаппарат упал. В общем, видос не сохранился. Но, в принципе, там ничего интересного не было. То есть, вам только стоит мне доверять, что опыт был проведён по всем нормам. Ну, в общем, какие у нас показания есть. По объёмной активности 33 тысячи. А по РУА, ну, это ДПРМ, всего лишь, ну, 381, почти 400. И, в общем, что нам говорят эти цифры. В закрытом помещении, в таком ограниченном объёме, даже при небольшом количестве урановой руды, там буквально несколько камушков, притом, это вторичка, довольно-таки слабая, где радин успелось накопиться очень мало. В любом случае, даже при таком маленьком объёме, здесь скапливается очень много радуна. Поэтому хранить образцы в открытом помещении нежелательно. И особенно, если это считается жилое помещение, и вы там проводите большое количество времени. Ну, собственно, вот так. Всего доброго.